Время новостей на телеканале Север. В студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Каникулы закончились. Во всех школах страны сегодня большой праздник. День знаний. В Ненинском округе в первый раз в первый класс отправились 686 ребят. Сделано в НАУ. Вновь открыто для любителей товаров местных умельцев. Новое место и новые сувениры. Что предлагают предприниматели? Морж и северные олени украсят фасад первой городской школы. В Наринмаре началась работа над арт-объектом с изображением редких арктических животных. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Еще 14 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в НАУ за прошедшие сутки. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1 943 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1850 человек. В регионе зарегистрировано 35 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 185 человек. Из них стационарное лечение получают 52 человека, амбулаторное – 133. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 903 человека. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Каникулы закончились. Во всех школах страны сегодня большой праздник – День знаний. В Ненецком округе в первый раз в первый класс отправились 686 ребят. Для них прошли торжественные линейки во дворах школ и прозвенели первые школьные звонки. Как это было в материале Ольги Русул. Точенька, как у тебя настроение? Все хорошо. Полнуешься? Да. В доме первоклассницы Саши Бикетовой с самого утра витает легкое волнение. Девочка проснулась раньше обычного. Школьная линейка первая в жизни намечена на 10 утра. Все готово. Но Саша еще раз проверяет рюкзак. Перекладывает тетрадки. С удовольствием в этом ей помогает четвероногий друг и товарищ кот Яша. Вот мое пожелание, чтобы я училась только на одни пятерки. Родители радовались, все радовались. Трудности не боишься? Домашнего задания? Буду думать. Не меньше Саши за предстоящие события переживает мама. Ведь от первой встречи со школой зависят все 11 лет учебы. Важно, чтобы знакомство прошло на высшем уровне. Мария помнит свое первое сентября и хочет, чтобы дочкины школьные годы были еще лучше. Я думаю, она вот придет, сядет за свою парту. У нее вот откроется какое-то, я не знаю, желание учиться. Познакомиться со своим первым учителем. Это все-таки первая встреча. Очень важное событие. Все готово. Пора поспешить на линейку. В этом году она проходит на открытом воздухе во дворе школы. С погодой повезло относительно. Холодно, но без дождя. У ворот уже толпятся одноклассники. Настроение, как говорится, боевое. Буду учиться, стараться на одни пятерки. Готова к школе полностью? Да. В первом классе я буду заниматься и учиться, думаю. А как будешь учиться, хорошо? Да. В не меньшем волнении классный руководитель первого Б, где будет учиться наша героиня. Наталья Торопова в первый класс идет в шестой раз. И несмотря на это, каждый раз переживает, какой будет эта встреча. Удастся ли праздник. По мнению опытного педагога, главное, что должен взять с собой в школу каждый ученик, это стремление к знаниям. Ребята должны понимать, что они идут в школу, что это труд, что это тяжелая работа. Поэтому дети должны быть, конечно, устичивыми, дети должны быть трудолюбивыми и обязательно уметь слушать учителя. Директор школы Юрий Канев напутствует новобранцев, а их в первой городской школе 83 человека на долгую успешную учебу. Сегодняшний день для него тоже волнительный вдвойне. Начало учебного года и среди первоклассников его младший сын. Это как большой пароход от школы, а они по океану знания. И впереди большая дорога, много лет учет. Учиться сложно, интересно. Поэтому я желаю нашим первоклассникам успехов в этой непростой дороге. Учиться, учиться, еще раз учиться. Первоклассники в ответном слове в стихах обещают педагогам, что оправдают доверие сторицей. Будут учиться прилежно и только на хорошей оценке. Буду много лет учиться, не зевать и не лениться. Старшеклассники передают новобранцам подарки от губернатора Ненецкого округа. Увесистые ранцы со всем необходимым каждому школьнику канцелярским набором. Тетрадками, ручками, линейками и прочими принадлежностями. Звенит первый школьный звонок в 2021 году. А первоклассники расходятся по своим классам на первый в их жизни урок. Знакомство с учителем и одноклассниками. Наша героиня Саша Бекетова делится, что впечатлений масса школа не разочаровала. Да, понравилось. Здорово в школе? Да, очень. Что тебе особенно понравилось? Мне вся школа понравилась. Всего в этом учебном году в Ненецком округе в школу пошли более 6 тысяч детей. Все учебные учреждения готовы к работе. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Охрану общественного порядка и безопасности вблизи образовательных организаций обеспечили сотрудники окружной полиции. Кроме того, сотрудники МВД провели уроки безопасности со школьниками двух школ города и студентами Ненецкого аграрно-экономического техникума. Встречи прошли в дистанционном формате. Ребят приветствовал начальника МВД России ПАНАУ Максим Кузнецов. Он акцентировал внимание на соблюдении подростками закона. Так, за последнюю неделю зарегистрировано два серьезных транспортных происшествия с участием молодых людей. В одном из них погиб человек. По нашей предварительной информации, они были трезвые, но один 2002 года, второй 2000 года. То есть это очень молодые люди, недавно закончившие тоже учебные заведения. Вот. И водитель не справился с управлением. Причиной, скорее всего, послужило превышение скоростного режима, в связи с чем пассажир погиб. Водитель ранее привлекался почти 60 раз сотрудниками полиции к ответственности. К сожалению, профилактическая работа не привела к этому. Поэтому, скорее всего, после выздоровления его и выхода из больницы, его ждет ответственность уже уголовная. Кроме этого, уже в сегодняшней сводке среди нарушителей совсем молодые люди 2006-2008 годов рождения. В связи с этим он призвал молодых людей соблюдать рамки закона. Не стоит забывать и о безопасности на дороге. Хочу обратиться к родителям, чтобы напомнили детям о правилах поведения на дорогах вблизи проезжей части, при движении из школы домой в школу, во дворах. Так как безопасность детей зависит напрямую от знаний ими правил дорожного движения. За 8 месяцев 2021 года на территории округа у нас зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали дети. Но не во всех случаях вина ложится на водителей транспортных средств. В некоторых случаях вина в дорожно-транспортных происшествиях происходит и за счет неосторожности и нарушения правил дорожного движения самими детьми. С 1 сентября автобусы Наринмарского АТП переходят на осенне-зимнее расписание. Об этом сообщается на сайте мэрии. Как проинформировал директор Наринмарского АТП Виктор Калюжный, на автобусных остановках проходят работы по замене информационных табличек с расписанием. Ранее сообщалось, что жители НАУ смогут отследить передвижение автобусов в мобильном приложении Яндекс.Карты, к которому было подключено Наринмарское АТП. Сделано в НАУ вновь открыто для любителей товаров местных умельцев. Новое место и новые сувениры. О том, где на этот раз открылась выставка, которая уже стала традиционной, и что в ней нового, смотрите в следующем сюжете. Сделано в НАУ впервые было представлено широкой публике и организовано в марте 2021 года. Сейчас выставка-ярмарка открылась на новой площадке. На этот раз выбор пал на современный торговый центр Насущинского. Мы, конечно, сразу поприветствовали, что, во-первых, у нас есть свои традиции, хорошие традиции, ну, пусть добавится еще одна дополнительная такая традиция, что жители города, гости города будут приходить в наш торговый центр и будут приобретать здесь вот такие сувениры. Сувениры из кости и дерева, меховые шапки и варежки, различные куколки, брелоки, игрушки, всеми любимый мармелад из арктических ягод и даже корм для животных. Местные жители и туристы города могут приобрести в одном месте интересные и уникальные подарки. В общей сложности будут представлены товары от 20 производителей и мастеров. Любой желающий, кто хочет выставить свою продукцию, может обратиться в Центр развития бизнеса Ненецкого округа. И там ему с удовольствием помогут. Это достаточно значимое событие для маленьких предпринимателей, которые, надомниц, которые делают эти вот сувениры, они никогда не смогут арендовать какие-то площади. Здесь мы оказываем поддержку вот этому микробизнесу, который может представить свою продукцию и продать все. Во время обсуждения открытия новой выставки были предложены разные варианты ее развития. Помимо каталогов Татьяна Лагвиненко предложила сделать небольшие брошюры или настенные плакаты с объяснением значений Ненецких орнаментов, а также какой смысл несут в себе куколки. Но и это далеко не все. Следующим этапом у нас будет проводение на этой площадке все-таки каких-то активностей. Мы протестируем мастер-класс наших предпринимателей для жителей по изготовлению сувенирной продукции. Следующий этап – выставка гастрономической продукции. То есть она будет находиться также в этом торговом центре. Чаще всего товары такого рода покупаются в качестве сувенира, чтобы привести кусочек ненецкой культуры тем, кто мало знаком с заполярным краем. Но есть небольшая проблема – отсутствие брендовой упаковки. Нам надо, наверное, какую-то упаковку тогда, чтобы у вас было покупать сразу коробочки, куда укладывать это все. Подобная ярмарка помогает молодым предпринимателям Ненецкого округа рассказать о своем товаре и привлечь к себе постоянных клиентов. А что самое главное – любой желающий может повесить себе картину, написанную местным мастером, или приобрести себе какой-нибудь предмет из кости или меха оленя. Клуб юных журналистов объявляет новый набор. Ребят ждут в издательском доме. Там они смогут познакомиться со сновами журналистики и отработать полученные знания на практике. Ольга Русл расскажет подробнее. Как написать грамотный текст и подготовить фоторепортаж научат в клубе юных журналистов при газете «Нарьяна Виндер». В программе клуба – теоретические и практические занятия. Этот клуб помогает мне развить мои творческие таланты. Например, недавно я написала такую небольшую прозу, называется «Добрая душа хладная». И этому помогли мои кураторы, которые дали мне, в принципе, эту идею. И я очень благодарна этому клубу, что я смогла такое сделать. Вообще я не знала, что могу что-то написать такое творческое. И я в полном шоке и восторге от занятий. У будущих корреспондентов есть возможность опубликовать свои материалы в печатном издании «Нарьяна Виндер» подготовить портфолио для поступления на факультет журналистики. Есть множество материалов, но самый значимый для меня был написан в честь Великой Честной войны про моего дедушку, про дедушку. За этот материал в конкурсе региональных журналистов «Золотое перо» я получил награду в номинации среди юных журналистов. Также юные журналисты на занятиях узнают об истории развития телерадиовещания и телевидения в округе. На практике вместе с фотокорреспондентом издательского дома «Нао» подготовят фоторепортажи для интернет-издания «Нао-24» и «Нарьяна Виндер» и ознакомятся с работой пресс-службы федерального органа власти в регионе. Нам нужны люди, которые умеют писать, которые готовы к новым знакомствам, к новым приключениям. Обязательно приходите, всех ждем. Первая встреча юнкоров в новом учебном году состоится в здании издательского дома «Нао» редакции окружной газеты по адресу улица Ленина, дом 25А, третий этаж, в четверг, 2 сентября, в 18.00. Напомним, в ноябре обновленному клубу юных журналистов «Принарьяна Виндер» исполнится три года. Ольга Русул, Дарья Чупрова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Морж и северный олень украсят фасад первой городской школы. В Наринмаре началась работа над арт-объектом с изображением редких арктических животных. Стрит-арт призван привлечь внимание к проблеме глобального изменения климата и его влияния на природу Арктики. Дарья Чупрова продолжит тему. На фасаде первой школы создается мурал. Большая картина для украшения города и привлечения местных жителей к экологическим проблемам. Александр Менухов поднялся на вышке практически под самую крышу образовательного учреждения. Он создает новое яркое полотно. Художник отправился работать прямо с самолета. Я прилетел позавчера днем и сразу мы вечером перенесли, покрыли, сразу ремонтовали, перенесли рисунок с помощью проектора. Вчера день, сегодня день, я думаю, еще пару дней, наверное. Ну, пару дней на вышке и один день, наверное, так, с лестницы снизу. Мастер рассчитывал справиться за три дня, но стена кирпичная. И время, чтобы покрыть прожилки, требуется в два раза больше. Тем более Александр придерживается классической школы при работе с краской. Проще баллончиками с таким материалом работать. Я баллонами не работаю. Я обычно фасадная краска рисую. И да, поэтому чуть подольше. Для этого фасада было разработано два эскиза. Населению была предоставлена возможность выбрать понравившийся вариант путем голосования. В итоге остановились на северных животных – морже и оленя. На альтернативном варианте были изображены дети, играющие в деревянные игрушки животные, которые находятся сейчас под охраной или уже были утрачены. Рисуется мурал морозостойкой и благоустойчивой краской. За этот год художникам было уже создано шесть стенок. Предстоит еще три. Одна из них – в столице Ненецкого округа. В основном работаю со сборной тайбалой. Мы строим скульптуры. Ну и сам для себя расписываю стенки иногда. То есть у меня есть проекты в Польше, в Норвегии, на Сицилии тоже мы как-то расписывали. Ну и делаю выставки, соответственно, творческие работы как художник. Название тайбала от финно-угорского слова переводится как «Дорога в тайге». Участники творческой группы адаптируют его как «Путь к себе, путь в творчестве». Арт-объект в городе Наринмар реализуется в рамках проекта «Повышение осведомленности об изменении климата среди молодежи». Также будут созданы картины в Архангельске, Северодвинске и Мурманске. Наши изображения как раз находятся напротив молодежного центра, где каждый день, по сути, находится молодежь, напротив стадиона и на здании первой школы. Такие композиции улучшают городскую среду, добавляют яркие краски. Но просто так рисовать граффити на зданиях нельзя. При создании мурала необходимо всегда проходить голосование. Если, допустим, изображать мурал на здании жилого дома, то должно быть согласование всех жильцов этого дома. Если это, как у нас в данном случае, здание школы, то это согласование с руководством школы и с руководством Департамента образования культуры и спорта, то есть администрации округа. Задача арт-объектов – рассказать о существующих глобальных процессах. Проблема изменения климата все чаще выходит на повестку. И в первую очередь она касается арктических территорий, потому что эти изменения у нас более ярко выражены. В температуре поверхностного слоя океана или морей, изменения сезонного ледового покроя, изменения в уровне многолетних мерзлых пород и в резких колебаниях тепла и холода. Дарья Чупрова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова